приветствую вас дорогие зрители на канале михалыч топе games и мы на аккаунте михалыча и у нас сегодня самый самый главный вопрос когда же у нас пройдет обновление когда же уже будет обновление 6 сезона и хотелось бы конечно же с вами об этом прямо сейчас поговорим прежде чем мы конечно что то будем делать не забывайте ребят ставить лайки подписываться на канал писать комментарии все что вы думаете вы можете написать комментариях а лучше сразу два раза я взял с собой немножечко огнестрела конечно же немного аптек всего остального и выйду сейчас я на очень опасную локацию буквально недалеко она у нас здесь это будет зараженный лес именно там обитает довольно серьезный противник которого наверное ну можно ожидать всего что чего угодно мы сейчас туда выйдем и конечно вам покажу то на что нарвался буквально недавно и об этом поговорим им говорим то есть когда именно нам ждать обновы 6 сезона понятно что выезжая на глобальную локацию мы увидим вот зараженный лесок у нас немножечко совсем энергии не хватает поэтому я перебегу в ближайший лесок чтобы подэкономить бензин и сразу же рвануть в зараженный лес только уже ну то есть помощью бензолина понятно что другие локации которые здесь открыты нужно как говорится фармить ежедневно я не знаю на что не зазихать именно на бункер браво или все таки на ферму но я думаю что ферму мы сможем завтра на стриме прежде чем я сюда спускаюсь давайте заценим все таки что у нас есть все мы видели вот эту вот заставочку конечно же уже все пересмотрели наверное несколько раз здесь у нас новая локация здесь новый схрон куча выживших куча конечно же рейдеров но не каждый смотрел или конечно же я прочитал то что там было написано потому что реально досмотреться кстати вот это вот босс который будет ожидать у нас канализации я не знаю насколько он будет суровый и сможем ли мы его просто-напросто вот так вот взять и победить какие оружие нужно будет тоже не знаю но у нас ребят вот что написано было выживший комментариях некоторым постам и говорили о том что реализе 6 сезона намечен на эту неделю и мы действительно рассчитывали выпустить его в это время ну ребят в это время у них не чего не получилось потому что мы уже видим конец из-за как бы недели и тут мы решили немного перенести дату реализа чтобы перепроверить весь контент ну и конечно же подготовить для нового сезона все то что вы ожидаете это займет несколько дней а чтобы ждала было не так скучно конечно же вот такой вот спойлер но ребят спойлер то что нам показали также разработчики это очень интересно нам ввели наверное новый вид рыбехи кто видел не знаю я конечно попробую сейчас это все запилить новый вид рыбехи который уже должен нас ожидать вот он вот он смотрите это похоже на какую-то крутую рыбеху но если новая рыба значит и новые какие-то рецепты рецепты приготовления рыбы ну или может быть еще чего-то очень интересного все это нам говорит о том что сезон шестой все таки стоит ждать но ждать его на этой неделе не нужно хотя если честно если все получится если долго мучиться и реально что-нибудь получится то выйдет может быть раньше вот такие вот пирожули ребят ну я думаю что это все еще больше как говорится разодорит нас и мы будем ждать это все еще с большим нетерпением и надеюсь что вот этот вот шестой сезончик будет хотя бы наполовину таким крутым как я его себе представляю конечно канализация вот эти рейдеры это самое прикольное что там есть но не разу или можно так сказать не раз меня как говорится огорчали многие пишут воу убить ведьму ребят у нас коконы как вы видите не отработаны я убиваю ведьму сейчас вот таким вот не самым сложным способом убивать ее будут самым самым своим нелюбимым ребят огнестрелом это дробовик верни винчестер винчестер жесть но вы помните что здесь если ты без заряда все четыре то ты тупо получаешь много много урона вот от этих бегунов самое главное это не сильно чтобы у вас залагала потому что если у вас залагай вы просто-напросто не справитесь с поставленной задачей я ребят попробую побегать по кругу вроде бы не лагать вроде бы нашел более-менее эмулятор после обновления он перестал лагать ну вроде бы перестал лагать он подлагивает но не так как ног с потом ну ладно ребята сейчас не про эмуляторы у нас сейчас бой как говорится с кучей ползунов которые опа разлетается довольно таки активно и я думаю что мы сейчас сразимся опять-таки же с ведьмой почему же именно винчестер почему именно это оружие но я не знаю оно должно отстреливать куски как говорится части тела нашей ведьмой хотя что-то ничего не случается может быть опа рука отлетела круто ребят вы видите что рука отлетела я надеюсь что и 2 отлетит она теперь не сможет наносить вот тот жесткий такой урон вы понимаете про какой урон сейчас идет 3 так зараженный волк сработал мне нужно теперь бежать чем дольше мы бежим тем конечно больше вот этих вот зомбиков на нас согрится нужно очень удобно высмотреть такой шанс и выстрелить чем то точнее у нас выстрел тем больше зомбятушек перепрятушек у нас улетит с одного выстрела я не знаю конечно хороший ли это способ но я думаю что пока что он самый лучший я подожду пока у нас тут блин вот собака вот тот бешеный волк зараженный он больше всего конечно же наносит нам проблем видимо сейчас не заставит себя ждать и конечно же прибежит опа вот она она просто по 27 сейчас дерется и какого-то сверх урона от нее ожидать не нужно она просто ребят теперь без пальцу как бы безобидно и не назовешь 27 урона в шмот спецвойск брони это много она не должна уже больше хилится я все блин ну вот смотрите ну рука не отлетает и все очень печально хотелось бы конечно отстрелить и руку но не удалось да хотел конечно полностью поиздеваться над ведьмой смотрите она машет нам рукой ведьма машет нам рукой но тем не менее ничего не случилось я думаю что в следующий раз обязательно не отстрелим все что можно может быть конечно очень сурово крутой мой дробовик посмотрим что у нее кость понятно ничего у нас тут интересного больше не произошло мы вынесли ее без как говорится взрывов коконов ну а вы сами теперь решайте стоит ли вам идти на ведьму и не имея с собой вот такого дробовика или не ставлю с собой си 4 потому что если сишку не поставил ребят очень печально для вас это все может а вернуться имел возможность сегодня проходите волны в полицейском участке все кто был на стриме конечно же ребят ставьте лайки обязательно ребят повторим как то почему именно это вспомнил потому что еду сейчас в мотель за отбиванием гранат ведь именно с гранатами у меня все получалось топово пока я не взял грантами да блин вот ребята вам хочу сказать что граната это хорошая штука особенно отбивая кучи волк подождал пока к тебе подбежали кину гранатки под ноги до считал ровно до трех отошел и все очень круто ну вот такие вот дела ребят вот такие так что у нас здесь вы знаете что на этой локации много зомби но ни один из них причинить какого-то вреда очень большого не сможет особенно если вы видите хороший огнестрел да у меня броня совсем совсем подгуляла но я не совсем боюсь вот этих зомби это же имея конечно вот такой вот опыт я даже не знаю выживая власть власть дейнер survival это игруля но наверно в реальной жизни было бы намного сложнее даже имея при себе огнестрелы выживать среди зомбятины вот такие вот пирожули ну что взорвем вот это вот эту штукенцию ну я думаю что тут особо конечно никому объяснять ничего не надо мотель это штука это вещь это локация на которой просто халявно можно получать много чего интересного вот здесь конечно без взломщика ничего не сделаешь и не знаю зачем они это сделали но взломщик прокачал к гранате получил доступ каждых полтора дня ходишь лутаешь гранату как бы получаешь здесь можно получить не только гранату на много крутых вещей сразиться по как бы самым слабым но не самым последним зомби который можно так считать босса зомби атины всех зомби которые тут находятся в мотельчике я думаю что вот она тетушка язва тетушка язва безобидный зомби босс которого тоже приятно убивать не всегда но бывает под настроение на сбиваем орать этот двор ну в принципе я даже не знаю единственное чем она опасна то что она может вот так вот кричать но убивается она просто на изи с него падает конечно всякая дребедень ну а вот интересные вещи вы сможете на их немного выше если пробежаться на задний дворик и заглянуть в одно из таких вот местечек дробовик-боровик очень крутая штука особенно с карпич и вот здесь ну в этот раз мне не повезло можно так сказать хотя я выбил оранжевый талон это считается что не повезло потому что в этом тот же который лежит здесь в бассейне можно найти катану самое худшее что здесь не ломик находил ломик катану разрушитель дробовик глок винчестер все это я здесь находил багажник представьте себе ходить бродить и огнестрел находить вот так вот ребята места которых мы находим огнестрел тоже нужно запоминать и обязательно ребят бесконечно утать вот такие вот пирожули ребята надеюсь вам понравился этот ролик и вы заценено поставите лайков не забывайте ребят также писать комментарии мы подписываться на канал очень важно для меня для развития канала чтобы вы не забывали оформлять подписки поэтому всем удачи всем пока и мы увидимся обязательно уже в следующих видео